Компания «Биотехаграда» создана в 2004 году. Занимаемся мы производством микробиологических препаратов для растееводства и животноводства. Вот только именно биологических препаратов. 18 лет на рынке. Примерно наше здание – это линия по розливу, спецсклады, ферментеры, лаборатория. Какие препараты выпускаем, я быстренько перечислю. Это препарат геостима, деструктор стерни с фунгицидными свойствами. Это на основе триходермы, азамоносагелеса, азотобактер, провококом. БФТИМ, биофунгицид, БСК микробиологического удобрения. Там три, четыре даже штамма, три штамма. Инсектицид, инсетим, геостим, фитмарка А. Ну и дальше еще геостим, фитмарка Б микробиологического удобрения с деструктивными фунгицидными свойствами. Я просто хочу подчеркнуть, что здесь не только триходерма, но и бациллярный деструктор. То есть это штамм, который с более высокими деструктивными свойствами. Плюс азосперилем, который способствует усвоению азота с воздуха. Ну и дальше геостим, фитмарка Г, это поменяется для инокуляции, обеззараживания бобовых, соля, рохнут и так далее. Геостим, фит, Е, это обработка подсолнечника семян. И геостим, фитмарка Г, это микробиологическое удобрение со стимулирующими свойствами. Здесь вот три штамма, азосперилевый бразильянцы с бациллосмегатерием, микетомием, глобусом. То есть это очень хороший стимулирующий препарат, который работает и в почве, при привнесении в почву, и по вегетации. Особенно в ранней фазе вообще очень хорошо работает в овощеводстве хорошо. То есть мы практически используем его по возможности со всеми препаратами. Со всеми, у всех обработка. Так, что-то... Стал. Ну, я не буду преимуществами препаратов. Дальше я остановлюсь на обработке пожневых остатков. Это вот такая схема, которую мы предлагаем уже давно-давно. То есть это препарат геостим. Идет один литр, как правило, плюс гумат и плюс аммиачная селитра в 10 килограмм физическом весе. Или геостим фит марка Б, 4 литра на гектар. Значит, как мы делаем? То есть, когда масса большая, соломы много, то мы предпочитаем тогда, рекомендую, препарат геостим фит Б для усиления деструктивных свойств в данном случае. Ну и потом бациллярный препарат, это чисто споровый препарат. Он хорошо, так сказать, сохраняется, выдерживается негативные условия и так далее. Значит, ну здесь мы сравниваем с аммиачной селитрой, потому что, ну многие сейчас, я вчера посмотрел сводку у себя по краю, вот 160, там с лишним тысяч гектар уже задисковались с селитрой. То есть, ну это не есть, так сказать, эффективный прием в данном случае, потому что я хочу напомнить, что, ну в этом году вообще-то проявились довольно сильно корневые гнили, прикорневые гнили. И, так сказать, в некоторых хозяйствах это было вообще четко видно, ну просто поля, там как минимум дней до 10, они есть и фотографии, дней до 10 созрели, скажем так. То есть, вот эта обработка, в первую очередь, понятно, что мы говорим о деструкции, да, но в первую очередь с микробиологическими удобрениями, препаратами, она направлена на снижение патогенной микрофлоры в почве. Естественно, что мы за один прием не решим проблему восстановления, так сказать, того баланса в почве, но уже с первой обработкой мы, как минимум, затрудняем развитие того же фузариоза и так далее, патогенной микрофлоры. Да, эта обработка проводится в вечернее-ночное время, я потом покажу, как влияет это днем, ночью, температура там и так далее. Значит, оборот пласта исключается, или так, типа лимешного улучшения, это до 18, максимум до 20 сантиметров, то есть это аэробы, нужен кислород, поэтому если мы запашем на большую глубину, ну, мы просто этого не рекомендуем, этого делать не надо. Почему не надо? Потому что, ну, если есть условия для работы этих микроорганизмов, в данном случае по кислороду, то ради бога, то есть может быть там такой гумусовый слой и такая структура почвы, что там проникает воздух и глубже гораздо. Поэтому это, как бы, такой подход. Ну, и потом здесь, как бы, было сказано, что там вспашка при запахивании пожневных остатков, там гумифицируются пожневные остатки и так далее, ну, способствующие накоплению гумуса, да? Но, к сожалению, практика показывает, что мы пашем, большинство пашет, а гумус падает. Там, где мы поверхностная обработка и обработка с почвоглублением, да, но гумус там растет, да, он не быстро растет, там на одну десятую, на две, на три. Те хозяйства, которые у нас уже работают, там более десяти лет, там уже существенно, так сказать, это заметно видно, ну, по агрохиманализу почвы заметно видно повышение, так сказать, гумуса, увеличение качества. Поэтому это вопрос такой, ну, и часто бывает, что сами же производственники, мы видим, когда мы запахиваем на эти пожневные остатки, потом через год мы выпахиваем их, то есть они, как бы, и не разлагаются там. То есть это такой процесс, такой момент, который, который, да, он, как бы, ну, не совсем так, как, как, вот вы привыкли считать. Я просто, ну, как бы опыт большой, я думаю, у всех здесь опыт большой, ну, вы помните, наверное, в советское время, мы вообще там, у поверхности обработки в то время, да, и орудий таких особо не было, мы пахали все подряд. Но потом, как помните, у нас фузариоз как пошел, корни выгнили, как пошли, да, начали уходить от полупара. Почему не спас? Почему у нас это развивалось? Мы же не уменьшили численность патогенов микрофлоры. Мы только ухудшили состояние почвы, уменьшили количество гумуса и так далее. То есть, ну, это практически, так сказать, подход. Поэтому, значит, смотрите, по вот этой обработке, вот что касается полупара, ну, какой бы полупар есть полупар, да, независимо, пашем мы его или там делаем поверхностную обработку, но его надо доводить, как и было раньше, да, сразу в комбайн с поля, мы должны ли успахать, закультивировать или, так сказать, раздисковать и так далее. Но от полупара мы уходим в первую очередь по причине того, что у нас это корневые, прикорневые гнили, в первую очередь, так сказать, стараемся к полупар, там кукуруза зерновая, да, где, ну, они более способствуют поражению этими болезнями. Поэтому в данном случае мы всегда рекомендуем, что, да и потом, ну, часто бывает, что вспахали, а потом эта глыба лежит, а потом перед селом начинаете ее дисковать, приводить в порядок, а потом и куча, так сказать, неприятностей, расходов. Нарушений технологий. Совершенно верно. Поэтому, чем так делать, мы предлагаем, что вы вносите вот после комбайна, если есть возможность под первое дискование, не всегда это есть, но если под второе, то тогда хотя бы первый раз задисковать хорошо, чтобы можно было потом заделать, так сказать, препарат в данном случае. Ну, как правило, вот в любую погоду всегда в комбайн с коля всегда влага есть. Всегда есть. И это, конечно, самое лучшее, ну, как бы лучшее время внесения. Поэтому мы даже видим это по колее после комбайна там или после этого самого. То есть если в это время делать, то все условия для развития, то есть всякие микрофлоры и так далее. Когда мы внесли, задисковали раз, второй, там, третий, набили почву 10-15 сантиметров, закутливировали, прокатали, вы создали идеальные условия для работы микроорганизмов, почвы, для накопления влаги, вы только поддерживаете, так сказать, в чистом от сорняков состоянии, и у вас к севу будет великолепный полупар. Как правило, производственники сейчас это игнорируют и в большей степени не делают. То есть часто бывает вообще перед севом задисковали и начинают сеять. То есть это, я просто говорю, практически. Как оно есть. Поэтому это и дешевле, и мы пользу делаем, так сказать, мы как минимум уже затрудняем снижение патогена микрофлора. Еще раз повторяю, что в этом году в некоторых хозяйствах довольно сильно, прям поля, очень сильно пострадали от корневых, прокорневых гнилей. Значит, смотрите, что касается вот внесения. То есть я сказал, что в вечернее ночное время, это, так сказать, лучший вариант. У нас некоторое хозяйство, ну это вот вторая пятилетка Ленинградского района, это дисковое орудие, там как бы агрегат. Агрегат, да, сзади бочка, впереди штанга, видите, вот впереди штанга. Вот они работают днем и ночью. То есть в данном случае они не сдерживают там производительность дисковых, ну, почвообрабатывающих техники. Это они самодельно сделали, у них мощный, так сказать, агрегат. Они работают уже более 12 лет, то есть, как бы, работают по всем культурам. Ну, никаких вопросов, мы многих направляем. Ну, пожалуйста, посмотрите и поговорите с агрономом, который променяет биопрепараты и по пожненным остаткам, и практически все культуры по вегетации. То есть, как бы, ну, тем более, у них договора с клеиском, они занимаются семенами, то есть, как бы, ну, на качестве семян это не отражается. Это вот такой прием, который, ну, который есть смысл применять, и в данном случае это, ну, и потом многим предприятиям тяжело там только работать, только ночью, да, людей не хватает, ну, и ряд других факторов и так далее. Здесь, вот, как бы, есть такой момент. Здесь, к сожалению, плохо видно, да, я так предполагал. Значит, смотрите, это мы проводили опыт, и Витя-7, здесь Родионовский район, вносили триходерму и, ну, делали веканализ почвы. Поле-1 определили до, ну, состав грибной, как бы, до обработки, потом после обработки определили, вот это первая, ну, первая таблица, да. Вот, если можно, я, может быть, подойду ближе. Как-то... Ну, да, плохо видно, я просто, это самое. Вот, 14.8 триходема, это до обработки, ну, была, там почва не раньше, как бы, то есть то, что есть, то есть. После обработки 20 с половиной, да, вот, как бы, это самое, триходем. Это практически мы не брали в один день. Ну, то есть вот вечером приехали, да, взяли до внесения, внесли, и после внесения сразу взяли. Ну, то есть, во-первых, ну, по крайней мере, мы делали это для производственников, для того, чтобы они видели, что мы не просто водичкой там полили, да, чисто, вот, как бы, такой результат, да. То есть, как бы, ну, по фузариуму здесь 4.9, 2, но они разные. Здесь 68, здесь 20. Ну, как оно было, так оно, как бы, и есть. Это вот, смотрите, это уже 23.09, это 12.08, 23.09 мы проводили, опять микроанализ почвы брали, здесь триходерма, вот она, 4.3, поле 1, поле 2, она 3.2. Фузариум здесь не 15, здесь поле, но это и контроль 21.8. Это то, что я говорил, что мы за один проем не, как бы, это самое, но это есть, как бы, динамика. А это уже в 10-й месяц здесь одно поле, мы это образили, потому что второе поле там под зяблево было, а здесь уже посеяно была пшеница. Поэтому поле мы здесь брали. Здесь триходерма 12, в контроле 2.2, видите? И фузариум здесь 8.7, в контроле 24. То есть это то, что это уже 10-й месяц. Я хочу подчеркнуть, что это очень сухо было, просто сухо. Там, ну, как бы, и дисковать было сложно, это самое. Это и всходы появились очень поздно. Ну, как бы, ну, мы, как бы, проводили такой... А единицы измерения, какие? Ну, там, кое на грамм в одном грамме. Ну, как правило, титры. Да, да, титры. Да. Значит, смотрите, теперь почвы. Я просто повторюсь, не указал, это именно пшеничных остатков. А мы образец взяли, определили, что на соломе, да, вот на пшеничных остатках, а это определили, что в почве, вот, то есть в биканале самой почвы. То есть здесь также, вот она до обработки 14, 8, 20,5, то есть она примерно тоже там и фузариум вот в таких моментах, ну, в таких количествах. Вот здесь 4,9, 2, здесь 68, 28, да? А, нет, извините, вот почва. Триходерма 11 до обработки, 24 после, здесь 15 и 21, и фузариум 1,2, но он практически, ну, как было, так и есть, на одном уровне, там, мы не могли каким-то образом повлиять, там, грубо говоря, за 2 часа. Значит, это та же, то те же числа. Значит, триходерма 17,2, 15, контроль 4,2, и фузариум 6,5, 2, 9,3. Ну и 10 месяц, фузариум 5,5, триходерма 14,2, в контроле 5,4, и фузариум 6,5. Это я эти данные привожу к тому, что это про таких, ну, экстремальных условиях, я скажу, то есть погодных условиях, жарких условиях, то есть это есть, это сохраняется, и при том это, ну, как бы в течение длительного времени уже, при том сухого. То есть это вопрос в том, что когда я говорил о том, что заделка вожденных остатков, вот какая погода не была, мы обязательно вот этот фактор, вечернее, ночное время и к утру мы должны заделать, вот обязательно, лишь бы это, так сказать, дисковые орудия, как бы работали, смогли заделать этот препарат. То есть наша задача в данном случае стоит, вот для чего мы его вносим? Вот часто берем просто микоанализ почвы, и как бы для чего? Ну, во-первых, определить, надо ли вообще делать эту операцию. Может там все, так сказать, по биоте все хорошо, и не надо это делать. Если оборот выдерживается, и бобовые сеются, и органика вносится, и так далее, и так далее. А второй момент, это для того, чтобы можно как контрольное поле потом смотреть и смотреть динамику, а как меняется в этом году, в следующий год, в третий год и так далее. То есть это вот такая... Ну и дальше я к этому же... Здесь уже везде... Смотрите, это мы буквально делали в лаборатории, такой типа опыт. Обработали вот триходерную мицелляльно-споровую, значит, почву обработали, ну, мы такие лотки поделали, обработали в лаборатории почву и выставили на солнце. Вот исходный материал 1,6 на 10,6 титр, это уже рабочего раствора, я подчеркиваю. Это не препарата, а рабочего раствора. То есть вообще сейчас триходерма у нас, ну, восьмая степень. Вот жидкая триходерма, это не просто ее получить в восьмую степень, потому что, ну, там питательные среды и прочее, прочее, путем там, так сказать, длительной работы на этом мы прошли. Вот через сутки практически на два порядка. То есть это не заделанная триходерма. Вот на два порядка титры упали. То есть мицелляльно-споровая, это что осталось? Это часть только споры осталось. В первую очередь, в данном случае погиб мицеллий, который сразу работает. То есть когда мы задеваем, то есть влаги, в принципе, для закрепления препарата хватит конденсата, который есть в почве. То есть в любом случае законы физики никто не отменял. Воздух проникая в верхние слои почвы, конденсируется и закрепится вполне достойно. Спора она само собой, так сказать, а в данном случае мы говорим о мицеллии. Поэтому, а когда работать более активно или неактивно, это уже зависит. Конечно, самый оптимальный срок по температуре это 25-27 градусов. Это оптимально. Вообще триходерма работает максимум до 40 градусов. Ну и, естественно, это, ну, так сказать, активность она гораздо, ну, низкая, скажем так. А вот это самая оптимальная температура, при которой работает препарат. Ну и это вот одно из полей, где мы вносили по пожневным остаткам, да, вот здесь мы работали по пожневным остаткам, то, что я раньше показывал. Затем они вносили КАС за неделю до СЕО, вот по 150 килограмм. Ну и потом делали мы биологические обработки, ну, в сравнении там БСК у нас было совместно с гербицидом. И потом в этом, в Калашене там работали, ну, смотрите, мы сделали здесь совместную обработку Амистар-3 плюс БФТИМ. То есть мы минимальную норму взяли Амистара плюс 2 литра БФТИМа и отработали. То есть на продуктивность это практически, ну, ни разу не было, чтобы мы там ниже урожай получили. Ну, это в ценовом, да, в опросе это гораздо дешевле. Смотрите, какой урожай. 59,1, 64 центера, да, грубо говоря, 5 центеров получили прибавки. Это нечасто бывает. Это, я не говорю о том, что мы после этого самого, у нас такие там прибавки. А где это хозяйство? Это Родионин-Святовский район, Витя-Син. Это Витя-Син, там, ну, отслеживали все это самое, нет никаких, ну, естественно, экономическое, так сказать, вот моменты применения препаратов. Можно, что-то опять не работает. Сергей, у нас уже время. Ну, я еще немножко, если позволите, я просто покажу, там мы делали опыт по температуре. Вот, смотрите, измерение температуры почвы на глубине 2,12, после уборки сразу. Это мы делали в этом году. Комбайн с поля, вот, пожалуйста, на поверхности какая температура, 44 градуса, это вот по стельне, да, как бы по этому. Следующее нужно? Завершение не хочет. Это, вот, на глубине 2 сантиметра, видите, да? Нет. По 40 градусов. 40 градусов температура. Это на поверхности почвы. Потому что, почему мы, почему такой опыт, это самое, многие производители говорят, там на поверхности 60 градусов, все сгорает, нет смысла ничего вносить и так далее. Хочу сказать, что как только вот встанем, тень даже на градусник и падает где-то на 5 градусов. Но мы же вам, производственникам, говорим, вечернее, ночное время. Будет там такая температура? Ни воздуха, ни почвы тем более. Конечно, не будет. Дальше. Можно что-то? Это, вот, на глубине 6 сантиметров, уже 36 градусов. Дальше. Это, вот, после комбайна. Это, на глубине 12 сантиметров, 26 градусов. При наличии нормальной, как бы, а влага есть, да? Это оптимальное условие для работы микроорганизмов. Дальше. А, я клацнул. А это, после первого дискования, смотрите, задисковали. 47 градусов на поверхности. Понятно, на поверхности почвы мы, как бы, не претендуем. Но, в данном случае, вот, условия такие, экстремальные. На глубине 2 сантиметра уже 42 градуса. 6 сантиметров уже 36. И 12 сантиметров опять 26. 26 градусов температуры. 10-12 сантиметров, да. 10-12 сантиметров, вот оно, дискование. То есть, это я для того, что, как бы, мы делали, ну, что, ну, производственники, я жилю, они очень часто отрицают это высокой температурой, что там все погибнет, что это безрезультатно, неэффективно и так далее. Ну, у меня все, так сказать, коротко. Спасибо за внимание. Если вопросы есть, пожалуйста. А, еще один момент. Значит, вопрос, как бы, звучал. Смотрите, спора триходермы в жидком препарате, она прорастает при оптимальных условиях, там, температуре, влажности, сутки, споровая. Оптимальные условия какие? Оптимальные условия, я говорю, при той же 25 градусах температуры, ну, и есть нормальная влага, скажем, почва, ну, можно ее слепить, скажем так. Да, если так, да. То есть, как бы, она просто... Это отличные условия, понимаете? Это очень отличные условия. При этих условиях спора прорастает в жидком препарате, спора, потому что они различные. Спора жидкой триходермы и спора сухой, они отличаются. Спора сухой препарате даже в лабораторных условиях, когда мы делаем там титры и так далее, высеваем, до трех суток прорастает. То есть, почему мы говорим, что нам надо, ну, неделю надо, как минимум, да, на то, чтобы сделать там микоанализ почвы, да, чтобы проросло, а потом определить, какие там грибы и так далее. То есть, это вот, как бы, а титр мы теряем и так далее. Это мицелий гибнет, если мы его не заделаем, в первую очередь. А он начинает работать сразу. Спора при достижении определенных условий. То есть, ну, как бы, такой подход. Покажите, пожалуйста, в какой повторности проводились опыты? Нет, это не повторности, это производственные испытания. Делали поле пополам, это самое, одно поле, второе поле. Тогда какое количество отборов делалось? По отбору, значит, отбор микоанализ почвы мы делаем. Это методом конверта с площади не более 100 гектаров. То есть, это идем, в зависимости, смотрим, там, 5-7 в одну сторону образцов, 5-7 в другую. Это делается в перчатках, потом смешивается, делает средний образец. То есть, как бы, ну, вот такой подход. Все правильно. И какова ошибка именно измерений? Какая ваша ошибка? Ну, ошибка измерений, вы имеете, это лабораторные данные. То есть, это микробиологи делают. Как на методике есть ошибка измерений? Ну, знаете, делаем на, там есть питательная среда и две среды, да? На одной из сред показывают все, что есть, и живое, и мертвое, а на второй только живое. Вот у вас прозвучало 14 и 20. Вот какая ошибка измерений? Вы вкладываетесь в эту ошибку? То есть, вот эти значения 14 и 20... Нет, это по факту, как есть, так и есть. Нужно понять, они отличаются действительно, или они входят вот в эту вот... Нет, они отличаются, это большая разница. ...процент достоверности опыта. Это достоверный. Вот это... Ну, вы мне процент скажите. Ну, процент я не скажу. Я, честно говоря, мы никогда не... Ну, это очень важно. А в какой лаборатории вы делали? В своей, в нашей лаборатории, конечно. У нас мощная лаборатория. Кредитована. Это очень важно, потому что, если у вас высокий процент, вот, например, по, если мы говорим даже по фосфору, мы определяем фосфор по Мочегина, у нас 20-ти процентная ошибка определения. Поэтому у нас и градации по обеспеченности... Вы знаете, никогда не этот самый микробиолог... А это микробиология. Это еще более вариабельный показатель, поэтому... В данном случае это не будут такие проценты большие, понимаете? Если мы говорим о том, что мы берем микроанализм почвы и чаще всего вообще не обнаруживаем тот же триходерму, понимаете? Поэтому, ну, не задавались такой целью, там чисто... Это очень важно. Ну, бесспорно. Для оценки той информации, которая у вас есть, очень важно. Ну, в данном случае это различия существенные, то есть они не входят в ошибку опыта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...